Добрый день, дорогие друзья! В эфире ПЛНФМ, программа «Гайдпарк». У микрофона Любовь Кузнецова. Гость нашей студии – депутат Псковской городской думы по округу номер 14 Дмитрий Барабанов. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Предлагаю наше сегодняшнее общение посвятить вашей деятельности на депутатском округе. Завершается пятилетний срок полномочий, и можно предположить, что вы многое успели сделать для избирателей. Напомню нашим радиослушателям, что ваш округ – это, ну вот если пунктиром, это Дальнее Запсковье, район Сиреневого бульвара, и тоже та территория, которая концентрируется вокруг этих локаций. Итак, по вашим оценкам, если посмотреть на округ сверху, территория изменилась значительно, вот прям ощутимо, обозримо за эти пять лет? Ну, первое, что я бы хотел сказать, да, это не то, что сделал я для округа, как вы поставили вопрос. Это не индивидуальная работа, это совместная работа, это то, что сделали мы вместе с избирателями, с органами исполнительной власти, которые давали возможность реализовывать те пожелания, которые были озвучены через меня, избирателями 14 округа. Что касается изменения границ округа, округ не изменился, что касается количества жителей, приписанных к округу, это количество тоже практически не изменилось. Мы говорим о том, что округ расстраивается, он расстраивается в створе улиц Инженерной и улиц Юности, большое количество новостроек вводится в эксплуатацию, заселяются молодые семьи, но люди прописываются не сразу. И в связи с тем, что происходит прописка не сразу же, соответственно, и количество избирателей, оно не увеличивается по экспоненту, оно увеличивается плавно. Поэтому говорить об увеличении границ округа сейчас не приходится. А если говорить про благоустройство в округе, на моей памяти, хоть я и не житель дальнего Запсковья, но округ все-таки поменялся. Ремонтируются улицы, преображаются парки, кое-что происходит во дворах. К сожалению, наверное, и вашему тоже нельзя сказать, что в нашем городе в целом очень быстро ремонтируются дворы. А нам бы избирателям, жителям этого очень бы хотелось. Конечно, этот процесс идет, но плавненько. Меняется вот то, что мы видим, жители, инфраструктура наших дворов, микрорайонов и так далее. Думаю, вы тоже замечаете это по своему округу. Изменения, конечно же, есть, безусловно, оно есть. И тут нужно разложить ваш вопрос по нескольким составляющим. Именно правильно разложить по тем программам, в рамках которых происходит финансирование тех объектов благоустройства, про которые вы сказали. Если мы говорим о ремонте дорог, проезжей части, то это финансирование идет за счет денег Дорожного фонда. Если мы говорим о ремонте дворовых территорий, то на сегодняшний день у нас ремонт дворовых территорий предусмотрен двумя программами. В общем-то, это одна программа, которая называется «Формирование комфортной городской среды». Но денежные фонды, эта программа формируется из двух направлений. Первое – это собственные доходы муниципалитета. И второе направление – это субсидии федерального центра. На сегодняшний день у нас основное количество дворовых территорий до сегодняшнего времени ремонтируется именно за счет федерального центра, субсидий федерального центра. Раньше, до 2017 года, пока эта программа не вступила в силу, у нас дворовые территории ремонтировались за счет денег Недорожного фонда, но они немножко по-другому были окрашены. Но это все равно дорожные деньги. К сожалению, да, дворовые территории ремонтируются не быстро, потому что денег, к сожалению, не хватает, а объемы дворовых территорий необходимых для ремонта, он значительно большой. На сегодняшний день, если мне не изменяет память, порядка 178 дворов у нас находятся в заявках, которые подали жители города Пскова для ремонта. Реально возможности сейчас ремонтировать в год, исходя из субсидий, примерно около максимум 15-20 дворовых территорий, 20, я уже сказал много, около 10-15 дворовых территорий можно отремонтировать именно в рамках тех субсидий, которые приходят из федерального центра. И цифры сравнимые с округами ваших коллег. Такая история по всей территории города, я думаю. Ну, примерно, да. То есть, несмотря на то, что отбор в программу происходит по конкурсным критериям, мы все равно примерно равнозначны. Количество дворовых территорий и цифры примерно одинаковые. У нас, в частности, именно в рамках программы «Комфортная городская среда» на территории 14-го округа за 4 года было отремонтировано 9 дворовых территорий. С 2020 года федеральным центром было принято решение, что деньги, поступающие в рамках «Комфортной городской среды», первоочередное их финансирование будет уходить на ремонт общественных территорий. Вот мы видим, что сейчас разыгрываются не конкурсы, а разыгрываются процедуры, в которых активные участия принимают жители города Пскова и в рамках голосования выбирают ту общественную территорию, которая будет отремонтирована в следующем финансовом году. У нас в рамках этой программы была сделана потрясающая реконструкция парка на энтузиастов, где привели в порядок полностью все пешеходные дорожки, малохитектурные формы, сделали освещение, парк заиграл по-новому, это, конечно, стала такая звездочка нашего округа. Это так называемый парк пограничников, где появился соответствующий памятник и где теперь, ну, если раньше это была, скажем так, даже на внешний вид не самая свежая территория, то сейчас можно отдыхать семьями, можно заниматься спортом, можно почитать книжку, потому что установлены скамейки. Там действительно очень здорово. Есть уголки, где совсем тихо и можно посидеть, подумать о чем-то своем. Это правда, территория преобразилась. Стоит того участие в программе, вот даже на примере этой вашей парковой зеленой территории? С моей точки зрения, стоит. Безусловно, что сначала очень с опаской жители относились к этой программе. Это правда, очень осторожно. Очень осторожно и очень... Недоверчиво, скажем так. Недоверчиво, да. И надо сказать, что эта территория, именно парк энтузиастов, она была пилотная. Это был пилотный проект, который очень интересно и сложно давался. И, безусловно, стартом и импульсом для начала этих работ, это служила именно активность жителей микрорайона «Звездная» и 14 округа, которые собрали, если не ошибаюсь, порядка двух с половиной тысяч подписей для того, чтобы принять участие в этой программе. И вот она сработала, и это получилось. Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире ПЛНФМ программа «Гайдпарк». И сегодня у нас в гостях депутат Псковской городской думы по округу номер 14 Дмитрий Барабанов. Дмитрий Александрович, вы уже сказали, что на ремонт дорог идут средства дорожного фонда, но все мы слышим, пожалуй, самый такой знаковый национальный проект. Это безопасные качественные автомобильные дороги, большие объемы средств, это первое. И большие объемы дорог, нет, ну нам бы, конечно, хотелось, чтобы больше дорог ремонтировалось, но это на данный момент невозможно и логистически, трудно будет передвигаться по городу. Ваш микрорайон как преобразился относительно дорог, там, дворовых проездов, тротуарных историй? Это важно, это то, почему мы ходим и ездим ежедневно, и на работу, и с работы, это важно. В части безопасной качественной дороги, это название проекта, который финансово наполняется за счет денег дорожного фонда. Да, если говорить о механизмах финансирования. Что касается ремонта дорог, у нас в 19-м году и в 21-м году, в этом временном периоде, были отремонтированы дорога инженерная с дублером. В прошлом году у нас были закончены ремонты улицы Текстильная, Алтаевы, Новоселов, часть Звездной. И очень большой сейчас проект, уже он отыгран, и он запускается, уже начались строительно-монтажные работы. Это улица Труда, от улицы Волкова до областного ГАИ. В рамках бюджета на 2022 год рассчитан ремонт проезжей части от Волкова до Текстильной, и на 2023 год от Текстильной до областного ГАИ. Это с ремонтом заездов и тротуарных пешеходных дорожек. Если подрядчик будет работать быстрее, я думаю, что возможно и в 2023 году закончится полностью цикл. Что касается проездов, проезды были отремонтированы в рамках Дорожного фонда в 2021-20 годах. В 2021 году были окончены проезды в створе инженерной 82, 92, 86, 84. В 2020 году были сделаны проезды вдоль 21-й школы, и вот такие дворовые проезды межквартальные, которые проходят мимо Звездной-14, Звездной-12, Сиренево-18. Такие они внутридворовые, но в то же самое время они внутриквартальные и относятся к Дорожному фонду. Ну, немало. Из того, что вы перечислили, это все-таки достаточно большое хозяйство, скажем так. А что касается улицы Труда, действительно, местами очень требует ремонта, и в целом хорошо, что это происходит. Но это, естественно, не единственный национальный проект, который работает в целом на территории нашего региона и нашего города. И думаю, что ваш городской округ, скажем так, получает свои бонус-баллы не только с нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уверен, что есть свой вклад и в образование, и в другие сферы. Да, хорошо работает и программа «Демография», и программа «Образование». У нас на сегодняшний день, вчера буквально на сессии мы назначили нового руководителя садика, который открылся. У нас открывается новый на юности, который был передан в рамках мест программы от застройщика в области дальше в город. Также у нас в 2019 году еще один сад открылся во дворах улицы юности. И очень надеюсь, что есть в планах строительство новой школы, которая, безусловно, требуется с учетом роста микрорайона и с учетом загрузки 21-й школы, где идет и повышенное количество дизжек в первых классах, и, соответственно, обучение в две смены. Очень надеюсь, что этот проект по походу строительства новой школы будет реализован в ближайшие годы. Тем более, вы уже отметили, что микрорайон расстраивается, и в основном семьи селятся молодые. Действительно, востребованность нового образовательного учреждения, хорошей, качественной школы, это было бы просто прекрасно. Идем далее. Так называемая мусорная реформа, организация мест сбора, жалобы на вывоз мусора, первичная сортировка, о которой сейчас заявил региональный оператор по ТКО. Многие ваши коллеги отмечают, что с этим есть проблемы, особенно вот людям, что близко. Им близки контейнерные площадки, и иногда жалуются, чтобы перенос был, опять же, взаимодействие с управляющими организациями. Не все помнят, что за мусор отвечает, и за порядок, например, на мусорной площадке отвечает не только региональный оператор, но и управляющая организация. Как у вас с этим вопросом? Я постараюсь. Вы в одном вопросе сформулировали очень много вопросов, поэтому я постараюсь немножечко ответить поэтапно. Что касается переноса контейнерных площадок, существует паровая коллизия, при которой, когда контейнерная площадка стоит, там, где она уже стоит, то она, в общем-то, не подходит под существующие СНИПы. И, несмотря на то, что она визуально нарушает допустимое расстояние, при всем этом она верит, что она ходит на этом месте. Но как только мы ее демонтируем и пытаемся куда-то перенести, то строительство новой площадки, то мусорически попадает под СНИПы. И сделать это очень тяжело. И, если, допустим, взять дворовую территорию, у нас был как раз перенос во дворах «Звездные» 16, 18, 20, где контейнерная площадка стояла напротив подъезда и максимально близко к детскому горовому комплексу. Мы провели общее собрание, приняли решение ее перенести, и потом нам очень сложно было найти место, которое соответствовало бы установке новой площадки контейнерной. Сейчас мы его нашли, и этот алгоритм был выполнен и сделан. Что касается уборки контейнерных площадок, да, безусловно, это зона ответственности управляющей компании. И управляющая компания обязана убирать эти контейнерные площадки. Но при всем этом, когда новый региональный оператор заходил на Псковский рынок, они неоднократно публично заявляли, что в их концепцию однозначно входит чистота на контейнерной площадке после того, как их машина подъехала, выполнен определенный цикл работ и уехала. Это был их концепт, который они заявляли. Откровенно, честно и открыто. Не только на области региона, но и на области города. Насколько это сейчас выполняется, их обещания, либо не выполняются. Я думаю, что каждый житель города Пскова может это увидеть и сделать выводы соответствующие самым. Что касается вашего вопроса о раздельной сортировке мусора, не мусора, отходов коммунальных, Думаю, что жители готовы к данной сортировке. У меня возникает другой вопрос. А региональный оператор готов к тому, чтобы забирать сортированный отход и дальше его перерабатывать? Или не готов? Я не вижу машин, которые приезжают и раздельно собирают контейнеры, даже которые выставлены для сортировки. Под первичную сортировку. Я этого не вижу. Я вижу, что приезжает одна машина, и в эту одну машину складывается весь отход. Куда он девается дальше, у меня нет возможности. Я не отслеживаю этот цикл, я не знаю. Но если все сваливается в одну машину, то, наверное, та сортировка, которую жители города Пскова первичной сделали, она обратно смешивается, и получается несортированный отход в одной и той же машине. Согласитесь, это не воспитывает нас как потребителей. Я по себе сужу, Дмитрий Александрович. Я сортирую первичный мусор. И тоже была свидетелем картины, когда это потом все в один мусоровоз. В моем собственном дворе я это видел несколько месяцев назад. И мне стало обидно, естественно. И уже не захотелось возиться с мусором, даже на уровне первичной сортировки. Вопрос. Вы сортируете мусор для себя, либо же для регионального оператора? Конечно, для себя. Тогда почему вам не хочется возиться с сортировкой мусора, если вы делаете это для себя? Потому что это дорога с двусторонним движением. Можно сколько угодно делать это для себя, но когда ты видишь своими глазами и понимаешь сознанием, что на этом и заканчивается. Давайте делать для себя то, что мы хотим делать для себя, не глядя на то, чем это потом заканчивается. Делай должное, и будет что будет. Дмитрий Барабанов, депутат Псковской городской думы по округу номер 14. И мы как раз говорим о депутатской деятельности по его территории на Дальнем Запсковье, в районе Сиреневого бульвара и других окрестных территориях. Если говорить про взаимодействие с управляющими организациями, как оно у вас складывается, мы уже затронули аспект работы касательно мусорной тематики, но ведь это далеко не все. Ваши коллеги отдельные говорят, что нет управляющей компании. Управляющие компании мои союзники, другие говорят, что у нас не очень не складываются с ними взаимоотношения. Я понимаю, что, видимо, это неровный процесс. Иногда приходится поругаться и пожурить, иногда приходится хорошо посотрудничать. С какими вопросами больше всего проблем? С какими лучше складывается взаимодействие? У меня есть взаимодействие с управляющей компанией, которая обслуживает жилое помещение, в котором я живу. Отношения с управляющими компаниями, которые находятся на территории 14 округа, складываются, соответственно, с собственниками жилых помещений, которые заключили контрактное обязательство с управляющими компаниями. То есть ваши избиратели? Совершенно верно. К сожалению, на сегодняшний день я не слышу большого количества положительных отзывов от своих избирателей в части работы управляющих компаний. Нужно одновременно понимать, что управляющие компании не находятся в юрисдикции или сфере ответственности перед депутатским корпусом. Есть определенные органы исполнительности, которые контролируют работу управляющих компаний. Да, безусловно, когда ко мне обращаются жители, избиратели с проблематикой, мы эту проблематику решаем, пишем обращение и в прокуратуру, и в соответствующий комитет Псковской области для решения вопроса. Но основные, конечно, жалобы и нарекания, это касается как уборки придомовых территорий, уборки внутри подъездов и, конечно, состояния подвальных помещений и систем коммуникации в этих помещениях. Эти нарекания есть, и, к сожалению, они, если решаются, то решаются очень медленно. И эти нарекания, мне кажется, были и 4 года назад, и 6 лет назад. Вот как-то картина не очень меняется. Картина, к сожалению, не очень меняется. Думаю, что это связано, возможно, с большим количеством управляющих компаний и своего рода фантомностью этих управляющих компаний. Когда у нас одна управляющая компания в рамках управления одного и того же дома в течение 2-3-5 лет интегрируется неоднократно из одной компании в другую и в третью, то все прекрасно понимают, что по итогу никто ни за что не несет ответственности, к сожалению. — Это правда. У меня по собственной территории есть такой не очень положительный пример. Такое есть. То, что касается депутатского фонда. Вот это важный, неоднозначный вопрос. Напомню нашим радиослушателям, что пару лет назад существовал так называемый депутатские деньги или депутатский фонд в чистом виде, когда вам, людям, имеющим депутатские округа, выделялась сумма что-то около 3,5-4 миллиона рублей на год, насколько я помню. Но потом эти средства в том чистом виде депутатского фонда стали преобразовываться. Я не говорю, что эти деньги не выделяются из бюджета или они не окрашиваются в бюджете. Они, безусловно, есть в других статьях. Но насколько вам, как депутату, легче или тяжелее работать, когда нет вот этого фонда? Я еще раз подчеркиваю, это не ваши с коллегами личные средства, которыми вы распоряжаетесь как угодно. Но иногда они здорово выручали в работе. Я искажу абсолютно информацию, которую вы дали сейчас по поводу фондов, бюджетных денег, депутатских фондов и от всех тех причинений, которые вы сделали. У нас на сегодняшний день в бюджете города Пскова прописан следующий параметр, что 3,5% от расходной части на эту сумму принимаются предложения, озвученные депутатским корпусом на основании пожеланий жителей округов. То есть фактически это формирование народного бюджета. и если мы берем 3,5% от расходной части, когда у нас расходная часть была порядка 4 миллиардов в год, это составляло порядка 3,5 миллионов на округ. Ну, потому что финуправление все-таки отталкивалось от того, что они брали не расходную часть, а именно доходную часть собственных доходов. И в рамках 3,5 миллионов администрация города Пскова принимала предложения от депутатского корпуса. То есть говорить о том, что это были депутатские деньги, это, ну, в крайней скажем информации. Это никогда не были депутатскими деньгами, это никогда не было каким-то либо депутатским фондом. Это было прописанное положение в финансовом документе города Пскова. И насколько это было удобно, они никогда не работали по факту. То есть это все время была такая профанация завуалированного народного бюджета. А сейчас? А сейчас ничего не поменялось. Так оно и есть, да? Вот этих денег по факту у вас... Но их по факту никогда не было, и никогда их нет. То есть записи есть в бюджетном процессе, но вообще запись есть, но она не работает. Интересно. То есть народного бюджета у нас нет? Народный бюджет есть, но, к сожалению, не в том формате, в котором хотелось бы, чтобы он был. А как бы хотелось? Вот это ваше пусть будет мнение, ваша схема, наработанная годами. Есть определенные болевые точки, которые не вижу лично я, которые не видят представители администрации города Пскова. Не потому, что мы их не хотим видеть, не потому, что мы их не можем видеть, а потому, что мы их просто физически не видим. Но эти болевые точки, видите, вы как житель своего двора, видят избирателя, выходя из своего дома, идя к школе. И неоднократно приходят люди на прием, и они говорят, вот мы шли, тут открыт люк, тут не хватает пешеходного перехода. И мы эти вопросы все прорабатываем. И вот эти вопросы, которые, они недорогие в общей массе, но они важны с точки зрения непрерывности коммуникации для пешехода. И эти вопросы необходимо решать. Пускай в небольших финансовых вливаниях, но начинать. Это не должно быть миллион на город. Это смешно. Давайте скажем, вот у нас есть, пускай те же самые по 2 миллиона на округ, но проработаем мелкие детали, которые позволят сделать нашу жизнь, пешеходов в частности, более уютной, более гармоничной. Это будет начало работы того же самого народного бюджета. Потому что мы с вами сейчас говорили о программе «Комфортная городская среда». У нас получается, что в рамках этой программы виды работ, они, в общем-то, подразделяются на 2 части. Это основные виды работы и дополнительные виды работы. В основные виды работы у нас входит замена бордюрного камня, обустройство астралито-бетонного покрытия, установка малых активных форм. А в дополнительные виды работы у нас входит установка детской площадки, в частности. Так вот, если мы делаем строительно-монтажные работы в рамках этой программы за счет муниципальных денег, то у нас софинансирование со стороны жителей может приниматься в виде трудового участия. провести субботник, посадить цветы, высадить кустарники. А если мы проводим дополнительные виды работы в рамках финансирования со стороны федерации, то у нас дополнительные виды работы в частной установке детской площадки уже проводятся с финансовым участием собственников, финансовым участием, которое составляет 20%. Это очень ощутимо, потому что в многих регионах России этот процент уменьшен до 3-5%. И 3-5% это уже подъемно. То есть, если мы говорим, что хороший детский кировой комплекс стоит порядка 3,5 миллионов, при условии, что у нас есть комплекс дворов, в котором 100 квартир, то, в принципе, мы уже можем при софинансировании в 5%, это порядка 150 тысяч, набрать квартиры по 1000 рублей и принять участие в устройстве этого игрового комплекса. Все-таки 1000 это не 10 тысяч, не 15. И не 15, безусловно. Потому что тут тоже возникает вопрос, люди, у которых нет детишек, их вопрос понятен, а зачем нет? С одной точки зрения, да? Другие вопросы возникают, ну хорошо, мы детский комплекс построили, а дети с других дворов будут приходить? Безусловно, будут. Но это же наши дети. Это же наши дети, это наше будущее. Нам больше не было, что вкладывать, только в наших детей. Это правда. И еще попрошу вас коротко, у нас буквально 2,5 минуты до завершения эфира. Не могу не уделить внимания тем территориям, которые не относятся к МКД, это большая часть вашего округа, но и есть малоэтажная застройка, и Силову-Медведову я говорю о нем. Как изменилась территория там? Я помню, 4-5 лет назад туда и дороги были очень нехорошие, и с освещением были всегда проблемы. Сейчас я чувствую, ситуация изменилась. Она изменилась не кардинально, потому что по факту у нас изменился только подъезд непосредственно от кругового движения областного ГАИ до начала населенного пункта, привели в порядок дорогу и сделали освещение. Дальше я знаю точно, что особого движения в части улучшения транспортной доступности нет. К сожалению, пока. Хорошо. Тогда в планах ваших есть, чтобы там все еще больше изменилось? Безусловно, это не в моих планах, это в планах генеральной застройки города Пскова. Есть изменения, и есть желание продления автомагистрали в ту сторону и, соответственно, перестройки всего этого микроролю. Вот почему сейчас не переделывается. Это заложено в генплане. Хорошо. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Спасибо вам. Я напомню, что на ПЛН-ФМ была программа «Гайдпарк», и у нас в гостях депутат Псковской городской думы по округу номер 14, это Дальнее Запсковье, район Сиреневого бульвара. Дмитрий Александрович Парабанов. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, Леха.